Необходность захований развития медицинской базы на районе Музровни. Миновито об этом же горы Брагинского района кажутся подчас встречи с делегатом 6-го Усебелорусского народного схода Татьяной Котлобай. В сфере охоты здоровья она работает больше 30 лет и доброведает, какой должна быть современная медицина в сельской местности. С делегатом встретились наши корреспонденты. У зоне отказности ново-иалчанской амбулаторы 1200 вязковцев розных узростов. И у сих помощник урача Татьяна Котлобай ведая не только по именах, памятая, где он родился, чем и кали хворил, и какие леки проймал у апошний час. Мясовая жахарка Яна Медык по призвании. Кажет, что каждый человек у жити повинен знаходиться на своей мессы. Татьяна Котлобай такое месса знайшла. Об этом можно мерковать у тымлику по аценции и ей деянности пациентами. Кали люди кажут, что готовы доверять урачу свое жице, гэта шмачага каштуе. Это человек наш спаситель, наш врач, который нам всегда и везде помогает. В любое время, когда не обратись ночью, вечером, приди к ее, и она всегда поможет, расскажет. Я везде объездила, и Гомель, и Брагин, везде много лежала. Но всегда возвращалась к Татьяне Владимировне, и она мне всегда советует, всегда мне лечить. Я ей доверяю свою полностью жизнь, полностью. В Брагинском районе Татьяна Котлобай вядомая не только як медик, а лея ше и як громадский дейш. Амаль два десятигодзе, и она узначалювая Доброчинный фонд «Расток життя». Об реализации мясовых инициатив и державной политикой по ликвидации наступству чернобыльской катастрофы робились провоздачи на конференциях практически во всех европейских краинах. Але головная задача – все ж таки профилактичная работа с мясовым насельницем, починаючи со школьного взросту. А прожатого Татьяна Котлобай готова заусюду выехать до людей, яким потребна и аеда-памога. Фёдору и Варваре Яшенко далёка за 70. И только медицинскими процедурами их наведывание не обмяжовывается. Необходна им эта згодность при шепах супрозь коронавирусу обмерковать. И опошнее медицинские досягнения не покинуть поза увагой. Нет вопросов даже к ей отзывчивой. По первому зову она являться к нам сюда и нас тут так глядеть уже. Обслушаю всегда рекомендации даю, очень полезные такие. Вот что медикаменты вписываю, всё как положила. Так что мы очень благодарны Татьяне Владимировне. Новую Ялчанскую лаборатору открыли на проконце 80-х. С того часу тут пройшли 4 реконструкции. У вынюку яких установа не только набыла прыхожий выгляд, але и стала по сутности сучасной сельской больницы идённых знаходжения. Тут навыц пандемии коронавирусу справилися практически самостойно. У Брахинскую районку накеровали усяго некольки человек. Остатних лячили на мессы. Мясовые жахары дейностью амбулаторы задоволены. И вельми просить делегатауси белорусского народного сходу поклопатиться об заховании медицины у сельской мясцовости. Татьяна Котлобай с этими просьбами сгодная на 100%. Зуболечение. Сегодня физиолечение. Сегодня лечение в дневном стационаре. Сегодня сдать анализы, сделать кардиограмму. Попасть на приём к доктору. Это же не должно быть космосом. Это должно быть нашей жизнью. Это должно быть ежедневным посылом медицины для сельского жителя. Я считаю вообще, что та система, которая есть и существует, её ни в коем случае нельзя трогать. Может быть, модернизировать, где-то что-то добавить, где-то что-то ещё более развить, инновационные какие-то методы применить. Я считаю, что это будет более правильно. И едя на этот съезд, я, конечно, выражаю волю своих земляков. Люди понимают, что о них заботятся. И я считаю, что, конечно, сохранение той системы сельского здравоохранения – это будущее нашей страны.